самый не игровой игровой ноутбук леново это сделали сейчас объясню что я имею ввиду все вы знаете линейку ноутбуков синкпад это очень дорогие ноутбуки для бизнес сегмента недавно мы с вами распаковывали синкпад x1 пересмотрите это видео поймете о чем я говорю сейчас у меня в руках по сути тот же ноутбук в том же форм-факторе только они решили сделать его игровым то есть если считать его игровым то это еще и получается самый тонкий игровой ноутбук у него толщина буквально 17 миллиметров а масса 1,7 килограмма почему его называют игровым потому что компания леново решила оснастить x1 extreme так называется модель видеокартой geforce 1050 а этом с новой технология которая немножечко дальше вам расскажу это очень на фаршированный ноутбук у него стоит два и создать ника по терабайту которая организовывается в рейд массив у него бывает вплоть до 64 гигабайт оперативной памяти и здесь естественно процессор восьмого поколения intel core а и так далее различные конфигурации начальная цена от 1700 евро то есть если все приблизительно округлить и привести к нам страну то ценник будет где-то от двух тысяч долларов что можно позволить себе за 2000 долларов давайте прикинем за 2000 баксов вы можете купить себе 15 дюймовый macbook pro к примеру это не игровое решение но по форм-фактору по толщине по легкости это будет приблизительно такое же решение возможно вы сможете найти что-то из ассортимента компании asus потому что 2000 баксов это действительно много а теперь переходим самому ноутбуку это ноутбук 15,6 дюймов с технологией hdr он поддерживает 4к разрешение здесь сенсорный экран в целом это все тот же симпат просто рено подумай или решили а почему бы бизнес-сегменту взрослым мужикам не играть в игры они ведь тоже люди они тоже хотят развлекаться в поездках пожалуйста получите значит по поводу видеокарты здесь стоит непростая 1050 я 1050 я из технологий макс кью она якобы гарантирует хорошую производительность в разных играх и при этом будет контролировать уровень тепловыделения что тоже немаловажно здесь стоит оперативка ddr4 с частотой две тысячи шестьсот шестьдесят семь это прям что-то безумное и кстати ssd шники подключены по писяй экспрессу интерфейс то есть есть еще модели сатану скорее всего будет идти серийное производство писяй экспресс у нас на стенде если так можно выразиться начальная модель этого ноутбука на корой 788 50 и здесь 32 гигабайта оперативной памяти чего в принципе для ноутбука тоже очень очень много по разъемам у этого ноутбука полный фарш естественно наушники естественно 2 usb type-c hdmi thunderbolt 3 0 с одной стороны с другой стороны у нас 2 usb которые поддерживают подключение 3.1 и также естественно конечно же слот для карты памяти привет macbook друзья вот такая вот штука на самом деле необычное решение когда получается совместить бизнес и игровые решения обычно там и как привыкли игровые ноутбуки это что-то громоздкая огромное что-то экстравагантное из такой из ряда вон выходящие что аж не помещается на столе бизнес ноутбук это дорого стильно легко но при этом не сильно производительно они взяли и совместили получилось вот так надо будет дождаться когда появится продажа либо появятся тестовые образцы затестить попробовать поиграть и понять вообще что может вытянуть на своем горбу 1050 я я думаю что какие-то игрушки там не на самых максимальных настройках будут идти вполне себе комфортно с вами был иван лучков подписывайтесь на канал следите за следующими видосами с выставки ифа 2018 и не забывайте про нашу телеграм элиту телеграм-канал тоже подписывайтесь пока